Новосибирские новости Новосибирские новости В Новосибирске завершают ремонт и реконструкцию магистрали по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». В этом году сразу три выезда из города откроют после масштабных работ. Один из них – перекресток улиц Большая и Вторая Станционная. Почему дорогу строили два года, узнал Александр Потенихин. На загруженном перекрестке улиц Большая и Вторая Станционная теперь не собирается много машин. Здесь расширили дорогу и сделали четыре полосы для движения, каждая не менее трех с половиной метров. Дорожники работали здесь два года и фактически не реконструировали, а построили заново проезжую часть и тротуары. Усугубляла ситуацию сложная геология места. Чтобы проложить дорогу, пришлось перенести коммуникации, заменить грунт и ждать, пока основание стабилизируется. Здесь обводнение грунта очень высокое, болотистая местность, постоянные подтопления. И здесь убирали, заменяли грунт под проезжей частью до трех метров. Здесь насыпан заново грунт, то есть песок, привезенный грунт, уложенный. В том числе здесь проложены дренажные канавы специально, с тем, чтобы отводить воду. Кроме нескольких слоев нового асфальта, здесь появились пешеходные дорожки, новые светофоры и знаки. Это увеличило не только пропускную способность, но и должно снизить число аварий. Рядом с этим перекрестком два быстрорастущих микрорайона – Девногорский и Новомарусино. Чтобы жители смогли безопасно пересекать шоссе, нужен пешеходный переход. Этим перекрестком преображение шоссе не окончится. Дальше вторая очередь реконструкции. Почти километр улицы Большая до Колыванского кольца. Подрядчику предстоит сделать четыре полосы движения, установить бетонные отбойники и сделать дорогу безопасной для пешеходов. Подготовительные работы начинают уже сейчас. В этом году планируем приступить к подготовительной работе, связанной с пиоустройством коммуникации. Финансирования на этот год нет, но мы, понимая необходимость, приступим в этом году. Несмотря на небольшую протяженность участков, дорожники не спешат, иначе пострадает качество. Ведь если, например, асфальт на заболоченные местности пойдет волнами или образуются трещины, придется переделывать работу за свой счет. По контракту на дорогу действует гарантия – пять лет. Александр Потенихин и Сергей Хлопов – Новосибирские новости. Новосибирские дороги будет чистить белорусская техника. Погрузчик с большим ассортиментом навесного оборудования доставили в город и сегодня продемонстрировали в работе. Аналогов такой техники в городе Новосибирске в России на данный момент не существует. Проводятся переговоры с мэрией города, с представителями подведомственных организаций, это ДО города, и решается вопрос о закупке картии такой техники администрации города. Мощность 50 лошадиных сил и современное гидравлическое оборудование позволяют быстро и эффективно очищать дороги. Один погрузчик стоит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Белорусская техника за счет небольших габаритов может чистить пешеходные дорожки и тротуары, например, на Октябрьском и Димитровском мосту. Погрузчик маневренный, максимальный радиус разворота – 3 метра. Сменить навесное оборудование, щетки, ковши и вилы водитель может, не выходя из кабины. Новый способ проверить самочувствие и получить рекомендации специалистов предлагают новосибирским пенсионерам. С 1 октября во время декады пожилых людей в парках и скверах города организуют тропу здоровья. На каждой этапе, на каждой точке, где лавочка, там тоже будет медицинский работник, который может померить пульс. Ровно так же и давление, в зависимости от того, сколько шагов прошел человек. И вот эта тропа здоровья проходится либо полностью, либо половиной, либо три раза людьми, в зависимости от состояния их здоровья. И после окончания, так скажем, вот этого мероприятия, снова меряется пульс давления и определяется, и дается, так скажем, рекомендации каждому пожилому человеку. Контрольные точки с медработниками на тропе здоровья в разных парках и скверах установят на определенном расстоянии. Это позволит получить более точные данные о здоровье пенсионеров. Тем, кому это необходимо, порекомендуют сходить к врачу. В дни декады для пожилых будут действовать скидки в общественных банях, парикмахерских, аптеках. Можно будет бесплатно сходить в зоопарк, показав паспорт, пенсионное удостоверение или социальную карту. Новосибирские ученые разработали покрытие для стентов, которые устанавливают в кровеносные сосуды. Состав наносят особым методом. В результате покрытие ложится на всю поверхность стента. В составе есть лекарственный препарат. Благодаря этому стенты дольше служат и помогают бороться с рецидивом при атеросклерозе. Анна Братушкина подробнее. Атеросклероз медики называют эпидемией. Недугом страдают все больше пациентов. При таком заболевании сосуд закупоривают холестериновые бляшки. Исправить ситуацию может операция. Ставят особый стент. Он раскрывает сосуд. Однако со временем устройство работает хуже. Через него прорастают собственные ткани организма. Просвет сосуда вновь сужается. Новосибирские исследователи предлагают покрывать стенты особым материалом новым методом. С помощью электроспиннинга. Основная задача создать такую конструкцию внутрисосудистую, которая бы длительное время обеспечивала проходимость этого участка и предотвращала от ишемических, например, инфаркт, ишемии нижней конечности, осложнений. И чтобы это было как можно длительное время. Чтобы не надо было делать повторных всевозможных вмешательств, направленных на повторное восстановление сосудистого просвета. Особенность изобретения новосибирских ученых в том, что покрытие наносят на весь стент, а не только на решетку. Таким образом устройство равномерно давит на сосуд, не повреждая его. Кроме того, в составе покрытия есть лекарственный препарат. Он тоже распределяется по всей площади устройства. Нами опять же разработаны протоколы изготовления волокон, наполненных лекарствами, которые высвобождают лекарства, которые как раз по той схеме, по которой нам нужно. То есть часть лекарства высвобождается быстро в течение нескольких дней и оставшаяся часть в течение нескольких месяцев. Оценить готовый стент невооруженным взглядом сложно. Помогает электронный микроскоп. Можно посмотреть как внутреннюю, так и внешнюю поверхность, посмотреть, как ложится материал на стент, как он деформируется при раскрывании стента. И на основе этого уже делать какие-то предположения о том, насколько этот материал подходит, как его можно улучшить. Ученые уже испытали стенты с особым покрытием на кроликах. Результатом довольны. Следующим этапом – тесты с участием людей. Однако такие эксперименты начнутся не раньше, чем через два года. Анна Братушкина и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Новосибирские новости в Ютьюбе. Найти просто. Ежедневно по будням свежий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве. Full HD. В плейлистах мы собрали для вас полный архив, репортажи, полезную инфографику, авторские, аналитические программы. И, конечно, фильмы о Новосибирске. Новосибирские новости в Ютьюбе. Удобно смотреть. Новости в Ютьюбе. Новосибирский новостей в Ютьюбе. Площадки, на которых наши спортсмены, как любители, так и профессионалы, как дети, так и подростки смогут усовершенствовать свои навыки. Здание реконструируют по концессионному договору. Мэрия передала бывший кинокомплекс «Инвестору» на 30 лет при условии, что тот вложит в масштабный ремонт не менее 70 миллионов рублей. И предоставит бесплатное время для тренировок воспитанникам муниципальных спортивных школ. По истечении срока договора здание вернется в пользование города. Музей на набережной пригласил горожан на кофе-брейк. Стилизованную экскурсию по аллеям гиды провели в образах жителей города 70-х годов. Впрочем, пройти тем же маршрутом от станции метро до музея в парке «Городское начало» теперь можно самостоятельно. Как это сделать, расскажет Елена Богатырева. По задумке авторов, экскурсия задерживается. Опоздавших ждут в кафе. В 70-х в новосибирских точках общепита кофе только начал появляться. По историческим данным, стоил 12 копеек. Кофея. Заграничное название. Ой, ну ладно, рассмешили вы меня. Погружение в 70-е годы прошлого века продолжают производственной гимнастикой. Ведь экскурсия проходит в рабочее время, уточняет председатель профсоюза. О том, что полвека назад на месте набережной были две водно-лыжные станции, сегодня можно услышать от очевидцев. Именно здесь, на одной из станций, начинался наш новосибирский хоккей. А какое там было кафе? Димонад, чай. Я помню, меня папа водил еще в детстве. Наводнение и пролет самолета под коммунальным мостом. Обсуждая последние городские события, участники идут по маршруту нового аудиогида от речного вокзала до музея в парке «Городское начало». Я скачала приложение «Изи Травел», но поскольку пользователи не очень опытные, мне еще помогли разобраться. Я живу на левом берегу, мне интересно, конечно, будет наш левый берег, соцгород. Тут я смотрю экскурсии по северу Чемскому, то есть потихоньку буду осваивать. Сразу три новых аудиогида разработали сотрудники музея во время пандемии. Сегодня не только по набережной, а по всем экспозициям музея можно пройти без экскурсовода самостоятельно. В свободном режиме слушать, перематывая треки или двигаясь по залу в том порядке, как ему удобно. Конечно, есть рекомендуемые маршруты, но любой человек может в любой момент остановить этот гид. Возможно, это для кого-то даже будет удобнее, чем экскурсовод, потому что не всегда удобно прервать человека. Бонусом к новому туру – скидка на кофе от партнеров музея. А впереди еще одно совместное мероприятие на историко-гастрономическую тему «Кушать подано». Мы горожанам покажем, как пользоваться разными музейными предметами. Некоторые столовые приборы, такие старенькие, древние, несовременные, они, мне кажется, напоминают чаще орудия пыток. Иногда очень сложно с первого взгляда определить, для чего это. Ну и мы попробуем рассказать. Всем, кому интересна история набережной в Новосибирске, смогут уже завтра совершить самостоятельный тур. Аудиогид доступен бесплатно. Елена Богатырева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Личные истории новосибирцев, тех, кто жил и работал во времена Великой Отечественной войны, представляют на театральной сцене. Сегодня в Малом зале «Глобуса» впервые показывают документальный спектакль «Танго-морган, танго-пли» по пьесе Екатерины Бондаренко. О премьере Вероника Иванова. «Танго-морган, танго-пли» – вот что это такое, я не знаю. Но вот эту строчку она повторяла много-много раз. «Танго-морган, танго-пли» – над этой постановкой начали работать еще годы. Год назад московский режиссер Анастасия Патлай и драматург театра и кино Андрей Иванов. Они искали личные истории. Мы встречались здесь с теми новосибирцами, контакты которых находили, кого нам советовали. И с историками, в том числе, которые занимались повседневностью тыла. Потому что нас очень интересовало именно обстоятельства жизни в тылу во время войны. В общем, это спектакль не про войну, а он про тыл. И вот кто-то из соседей доказал, что хлеб разрушал у себя дома. Поняли, что поздравили его за то, что у этих работах хлеб в храм. А это был не хлеб, а смертки. Музей Дзержинского района предоставил письма фронтовика Василия Нагадкова к его жене Лизе. Они стали сквозной линией сюжета. Она ждет письма с фронта от своего мужа. И каждый день ждет. И очень с трепетом читает их, потому что она в каждом письме хочет узнать, что же все-таки происходит с ее мужем и как вообще дела на фронте. Изнурительный труд женщины, детей на заводах, потеря кормильца, фронтовика. Жесткий режим на предприятиях, эвакуированные люди. Актеры показывают, как все это отразилось на следующих поколениях. И этим поколением являются и сами актеры на сцене. Тут как таковых ролей нет. Если вы спрашиваете, был ли тяжелым процесс в принципе, да, он был нелегким. Материал очень тяжелый. И мы знаем, что материал документальный. То есть это все по-настоящему, это все не придумано. Потом мы там разбирали, мы же о бабушках говорили, о своих, о своей истории. Сегодня и завтра на малой сцене «Глобуса» постановку впервые представят зрителям. Вероника Иванова, Анна Буянова, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101 и 4 FM. Завтра после выпуска новостей в 18.00 мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответит на вопросы радиослушателей в прямом эфире. Глава города расскажет о реконструкции парков и скверов, ремонте дворов и дорог и подготовке к отопительному сезону. А на сайте NSK News Info можно найти график подключения тепла в Новосибирске уже сейчас. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok